В День защиты детей в городском Доме культуры состоялось традиционное чествование одаренных детей и талантливых педагогов Славянского района «Созвездие талантов-2016». Как юные дарования достигают высот в учебе, спорте и творчестве, выясняли наши корреспонденты. Любовь к музыке у Никиты Скорохода зародилась еще в детстве. Становясь взрослее, он понял, что сомнений никаких нет – пойдет учиться в музыкальную школу. И вот на протяжении шести лет Никита является воспитанником детской школы искусств имени Григория Пономаренко по классу гитары. Музыкант признается, главное, чтобы любое начинание поддерживалось, тогда и стремление добиваться большего будет выше. Для нас это очень важно, то, что в районе это уважают, то, что о нас знают вообще и то, что это уважают. Я планирую не оставлять музыку и всегда идти с ней. Спорт – основа успеха. С таким девизом по жизни идет Анна Кириченко. Около восьми лет она занимается спортивной гимнастикой в детской юношеской спортивной школе номер один имени Станислава Шевченко. За это время она не раз становилась призером крупных соревнований по спортивной гимнастике. Во многом, говорит девушка, благодарна своим наставникам, а также таким мероприятиям, как созвездия талантов. Это очень стимулирует на следующие победы, чтобы ребенок имел какой-то стимул следующих достижений. Славянск-на-Кубани – город одаренных детей, ярких личностей, способных удивлять и восхищать своим творчеством, высоким интеллектом, талантом и искренним патриотизмом. В подтверждение тому несколько сотен детей, которые добились успехов в учебе, спорте и творческой деятельности и были награждены благодарственными письмами и подарками на церемонии честования одаренных детей. Наградили также и их педагогов-наставников. С победами и достижениями собравшихся поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Я бы хотел, чтобы наши дети, которые трудились в течение года, занимались спортом, радовали нас, чтобы они отдохнули, набрались сил, взрослые постарались сделать все, чтобы все эти три месяца вы отдохнули хорошо, скажем так. Организованы детские площадки, организованы походы. Я рад, что нам есть чем гордиться, нам есть кого награждать. У нас есть те, наверное, наши дети, наши талантливые педагоги-наставники, которые прославляют сегодня Славянский район на всех площадках нашего района Краснодарского края. Поэтому, конечно же, мы с удовольствием это сделаем и я вас всех поздравляю. Спасибо вам за то, что вы делаете для наших детей. С праздником! Героями звездного праздника стал образцовый ансамбль «Мечты» детской школы искусств имени Григория Пономаренко. Они победили в номинации «Творческий успех по линии управления культуры». Павел Капков, воспитанник ЦРД, стал победителем в номинации «Творческий успех по линии образования». А в номинации «Спортивный успех года» победила Алина Захарчук, воспитанница детской юношеской спортивной школы номер один имени Станислава Шевченко. Самым волнующим моментом церемонии стало оглашение имени «Педагог-легенда-2016». Титул был присвоен заслуженному работнику культуры, преподавателю детской школы искусств имени Григория Пономаренко Юлии Ломовой. Награды нашли своих героев. Прозвучали именно ребят-учителей, которые принесли славу нашему району. Главное – не останавливаться на достигнутом. Ведь впереди новые испытания и новые победы. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».